Всем привет, меня зовут Азат, вы находитесь на канале Автосправочная. Как я уже рассказывал ранее, на сегодняшний день, еще начиная с 2015 года, в России судебные приставы имеют право ограничивать право водителей на управление транспортным средством. Речь идет о различных задолженностях, в первую очередь о задолженностях по неоплаченным штрафам ГИБДД, а также по неуплате алиментов. Если у человека набирается долгов, неоплаченных более чем на 10 тысяч рублей, то, соответственно, судебные приставы могут вынести такое решение о временном приостановлении специального права на управление транспортным средством. При этом, если такой водитель продолжит передвигаться на своей машине с такими приостановленными правами и его остановят сотрудники ГИБДД, то ему после этого уже по решению суда грозит уже, скажем так, полноценное реальное лишение водительских прав. Еще в прошлом году в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому вот этот максимальный лимит, при котором применяется такая мера наказания, предлагалось повысить в 5 раз с нынешних 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Соответственно, в случае принятия данных поправок предполагалось, что водителям для того, чтобы лишиться водительских прав, нужно будет иметь большую сумму задолженности. Как говорилось в пояснительной записке этого документа, это было сделано с тем, чтобы сделать подход к водителям более справедливым, потому что на сегодняшний день, к примеру, в Москве и в Санкт-Петербурге штрафы за ряд нарушений, к примеру, за нарушения правил стоянки и остановки отличаются в большую сторону, чем в других регионах России. Таким образом, за одно и то же нарушение житель, условно говоря, там, Рязани, получает штраф существенно меньше, чем жители Москвы или Санкт-Петербурга. Таким образом, для того, чтобы лишиться водительских прав, жителям Москвы и Санкт-Петербурга необходимо, по сути, получить штрафов гораздо меньше, чем жителям других регионов России. Чтобы вот эту несправедливость устранить, и как раз-таки была предложена инициатива по увеличению этой планки задолженности с 10 до 50 тысяч рублей. Однако, профильный комитет Госдумы эту инициативу не поддержал, и рекомендовал отклонить ее при рассмотрении в первом чтении. А если вы хотите компенсировать часть затрат на свой автомобиль, то вы, как и я, можете заказать себе дебетовую автомобильную карту Тинькофф Драйв. Она позволяет водителям получать максимальный кэшбэк в размере 10% за любые покупки на АЗС, в том числе и за заправку своего автомобиля, 5% за оплату автоуслуг, автозапчастей, проезда по платным трассам, платную парковку в Москве, оплату штрафов ГИБДД, а также оплату до двух полисов в Тинькофф Страхование в течение года. За все остальные покупки начисляется стандартный кэшбэк в размере 1%. Кроме того, увеличенный кэшбэк до 30% можно получить по спецпредложениям банка. Стоимость обслуживания карты 299 рублей в месяц, что сразу же компенсируется при активном ее использовании. К примеру, лично я по своей карте Тинькофф Драйв за прошлый месяц получил бонусов более чем на 6000 рублей. Сейчас для новых клиентов банка действует интересное предложение. Если у вас ранее не было дебетовых карт Тинькофф, либо вы их закрыли более чем один год назад, при заказе карты по моей ссылке. Если вы потратите в первый месяц не менее 5000 рублей по ней, то вам вернется 1000 рублей в виде бонусов. Подробности и ссылку я оставлю в описании. Первое чтение данного законопроекта состоялось на входе пленарного заседания Госдумы сегодня. И действительно, в ходе рассмотрения данной инициативы, депутаты проголосовали за ее отклонение. За такие долги предлагается сумма, позволяющая судебному приставу по личному желанию или по заявлению взыскателя применять возможность лишать специального права, увеличить в 5 раз до 50 тысяч рублей. Вот суть предлагаемых изменений. Обращаю внимание, что сегодня система фото-видео фиксации так настроена, что должником можно за полчаса стать, проехав якобы с нарушением, но попав в специальную автомобильную ловушку, и тут же быть должником, получив так называемое письмо счастья непонятно по какому адресу, документы все уйдут в службу судебных приставов, и потом можно попасть в рейд, и оказаться, что вы одномоментно лишаете специального права и управлять транспортным средством не можете. Далее что? Машина на штрафстоянку, а это еще дополнительные расходы, дополнительное время, дополнительные нервы. Поэтому мы предлагаем разделить и критерии изменить. Просьба поддержать. Мартный срок, установленный законодательством для оплаты штрафа в добровольном порядке, 75 суток, представляется достаточным для его обжалования и уплаты штрафа. Кроме того, предлагаемое проектом федерального закона увеличение порогового значения задолженности для всех категорий правонарушителей может создать условия для накопления значительной суммы неуплаченных административных штрафов в большинстве субъектов Российской Федерации. Имеется еще целый ряд других причин, но я думаю, что этого вполне достаточно. Правительство Российской Федерации данные проекта федерального закона не поддерживает. Правовое управление аппарата Государственной Думы по проекту федерального закона имеет ряд концептуальных замечаний. По этим основаниям Комитет по безопасности, противодействию и коррупции предлагает законопроект отклонить. Благодарю за внимание. Таким образом, на сегодняшний день лимит по задолженностям для водителей не изменился. Он остался таким же, максимум 10 тысяч рублей, после превышения которого можно вполне легко лишиться водительских прав. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным, интересным. Спасибо, что вы смотрели его до конца. Что вы думаете по этому поводу? Свои мнения вы, как обычно, можете поделиться в комментариях. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!